Всем доброго дня! Это Гелиосар и История России в двух словах на пальцах. Что ж, третья глава и параграф двенадцатый. После определенного периода, когда Русь была как бы единой, наступили времена, когда русские на Руси наступила политическая раздробленность. В Европе это был период примерно с восьмого раздробленности, с восьмого по двенадцатый век, а на Руси он в двенадцатом веке наоборот только-только начался. В принципе, это считается как бы вот такая политическая раздробленность, как бы неизбежным этапом в развитии средневекового государства, но у каждого этот этап наступал в несколько свое время. В Западной Европе это было вот как раз с десятого по двенадцатый век, а на Руси немножко позже. Раздробленность наступила где-то в середине двенадцатого века, и усобицы между князьями привели к тому, что Русь окончательно распалась на несколько частей. То есть единое государство русское с столицей в Киеве распалось на несколько различных княжеств. Произошло это, когда умер Мстислав Великий, и наступило время, когда один из летописцев охарактеризовал горькими словами «Раздрайся всея русская земля», то есть «раздрай на всех русских землях». Помимо княжеских усобиц на Руси, как и в Западной Европе, существовали экономические, связанные с хозяйственной жизнью людей, и политические, связанные с особенностями государственного управления, причиной распада государства. Изменился порядок владения землей. Теперь князья наделяли землей вотчинами своих старших дружинников, и основой богатства бояр становилась теперь не дань, которая собиралась с подвластных огромных земель, и не раздел военной добычи, а вот использование населения на своих вотчинах. То есть именно в этих вотчинах, своих землях, уже появились полноценные такие феодалы, которые жили за счет того, что на этих землях производилось. Это заставляло князей укреплять княжество, а не переходить на другие княжеские престолы. То есть если раньше князья, как бы, развитие на Руси было своеобразным, то есть были племена, у племен было, не было, как бы, единого вождя, а собирались между собой люди, и выбирали себе вождей, которые становились князьями. И князья единого русского государства, они просто со всех подвластных племен собирали эти, как бы, дань, налог. А теперь у каждого, на каждой земле, стали появляться свои собственные князья, которые уже жили здесь постоянно. Боярские вотчины, как и крестьянские общины, имели абсолютно натуральный характер. То есть все производилось на этой земле. То очень немногое, что не делалось, то уже вот это очень немногое и покупалось. То есть это было натуральное хозяйство. Одежда, обувь, еда, инструменты, все делались вот на этой земле. Очень немногое, вроде каких-нибудь там украшений, специи и вин, и тканей, каких-то вроде шелка, например, они покупались. Но таких вещей было нужно совсем немного. Причины раздробленности крылись и в порядке управления русским государством. В каждой земле собиралось свое вече. Была своя выборная власть, свое народное ополчение. Народное ополчение – это войско, которое состояло из местных жителей. Поэтому, попадая сюда в качестве наместников киевского князя, княжеские сыновья начинали чувствовать себя независимыми правителями и стремились отделиться от Киева, не оплатить налоги. Эти настроения укреплялись поддержкой городского населения, которое желало иметь не киевского наместника, а собственного князя, который защищал бы интересы именно местных жителей. В древнерусском государстве была и еще самая главная проблема, которая привела к раздробленности – отсутствие нормальных законов в вопросе наследников. То есть, у киевских князей, верховных правителей, не было полноценного закона, который бы говорил, что вот старший сын будет наследником. Нет. Вечно пытались как-то разделить между детьми все земли. Ну, в итоге и получили то, что получили. В условиях такой раздробленности, единственной, так сказать, объединяющей силой, которая объединяла всю страну, оставалась Русская Православная Церковь. Киевский митрополит теперь был единственным лицом, чья власть, правда, духовная, распространялась на всю Русь. Это нашло даже отражение в его титуле – «Митрополит Киевский и всея Руси». Однако митрополиты очень долгое время были в основном греками, которые не всегда понимали особенности жизни на русских землях. Рост городов и земель, фактически самостоятельных государств, привел к появлению на Руси новых церковных округов во главе с епископами. И к началу уже XIII века этих округов было примерно 50. В городах, где создавались резиденции епископов, шло строительство храмов, возникали церковные школы и центры иконописи. Центры иконописи – это как бы центры художников, но икону написать посложнее, чем обычную картину, так что этому приходилось основательно учиться. А храмы, все храмы на Руси, изнутри должны были быть покрыты вот этими росписями, картинами и иконописными. Практически полностью все стены и внутри должны были быть покрыты. Так что работы там было очень много. Духовенство, как правило, призывало людей к единству и выступало за преодоление вот этой розни, ссоры, прекращения междоусобных войн. Но это мало помогало. При этом распад государства не привел к исчезновению понятия русской земли как бы как целого. Язык все-таки был целым, как бы все помнили киевского князя, но все равно князья были отдельные. Чувство принадлежности к одной русской земле особенно ярко проявлялось в период обострения внешней опасности, которая исходила прежде всего от кочевников-половцев. Выражением народного стремления к единению стали сказания и былины. То есть в этот момент стали появляться новые сказания и былины, в которых народ уже больше внимания уделял именно тому, что разные князья и нет единства. Одним из таких очень важных произведений стало слово о полку Игореве, где рассказывались события неудачного похода на половцев Новгород-Северского князя Игоря Святославовича весной 1185 года. И вот там рассказывается о том, какой был неудачный поход и какие были последствия, грустными последствия. Отношения Руси с кочевниками были весьма своеобразными. С одной стороны, кочевники достаточно регулярно разоряли русские княжества. С другой стороны, сами князья часто призывали кочевников на борьбу с другими князьями. И что, конечно, не прибавляло покоя русским княжествам. Так что вот такая была весьма своеобразная ситуация. Причем самый богатый город Киев на Руси, ну один из самых богатых, он был очень лакомой добычей для кочевников. И те часто пытались взять город и разграбить его. Но им это не удавалось. Так, в середине 12 века Русь распалась на 15 самостоятельных княжеств и земель. Наиболее крупными были Киевское княжество, Черниговское, Галицко-Волынское княжество, Владимира Суздальское, Полоцкое, Смоленское княжество, а также Новгородская земля. Вот на вот этой карте видно, что Новгородская земля по территории была крупнейшим. Но не по силе и не по населению. Потому что столица-то Новгород, вот она где. А земля вот такая. Ну здесь просто жили различные племена, которые просто Новгороду платили налог, дань. Ну и не более того. В каждом княжестве имелось свое войско, были собственные меры длины и веса. Да, в те годы не было, как сейчас, всяких метров, сантиметров и килограммов. Тогда каждый князь мог установить, что вот у него, ну во-первых, тогда мерили пальцами, локтями, оршинами и пудами. И каждый по-своему мог установить и этот палец, и этот локоть в каждом княжестве. Свои меры длины были и свои меры веса. Они вроде могли иметь даже одинаковое название, но при этом различались по тому самому, по длине и по весу. Отношения между князьями регулировались существовавшими обычаями и соглашениями, которые они заключали. И хотя усобицы не утихали, то есть воины такие внутренние, цель этих воин была уже другой. Не захватить власть во всей Руси, а укрепить уже собственное княжество. Расширить свое княжество за счет соседей. При этом князья активно занимались строительством городов и храмов. Стремились привлечь в свои владения как раз таки земледельцев, ремесленников и торговцев. Распад единого государства также не повлиял на внешние отношения. Как ремесленники делали товары, так и делали. Как купцы эти товары продавали, так и продолжали продавать. То есть здесь никаких особых отношений не было. Ну и дипломатия и связи между князьями с другими странами также были. Конечно, в основном это были с наиболее сильными княжествами были такие связи. Как и в Западной Европе, раздробленность на Руси сопровождалась ростом старых и появлением новых городов. Многие из этих городов быстро становились полноценными ремесленными, торговыми и политическими центрами земель. Сюда приходили новичевые собрания жителей городов, собиралось военное ополчение. За столетия число городов на Руси увеличилось втрое и приблизилось к 300. В русских городах существовало до 60 ремесленных специальностей. Это было очень много. Даже небольшие города имели новейшие для той поры печи для изготовления железа. Печи назывались домницы. Ну или домны. Столицы княжеств становились культурными центрами. Здесь было большое строительство. В первую очередь из камней строились храмы и дворцы знати. До наших дней сохранились Успенский и Дмитриевский соборы в Владимире-на-Клязьме. Есть такой город. И это отдельный город. То есть есть город Владимир, есть Владимир-на-Клязьме. Это два разных города. Так же как Ростов-на-Дону и Ростов-Великий. Это два совершенно разных города. Летописи создавались не только в Киеве, но и в других городах. Из этих самых летописей, собственно говоря, историки и узнают, как, собственно говоря, жили и что происходило в те годы. Как и в Западной Европе, распад древнерусского государства не привел к упадку страны. Продолжалось развитие, подъем хозяйственной и культурной жизни. Осваивались новые земли. Но все равно раздробленность, конечно же, ослабляла страну. Вопросы и задания. Какая связь существовала между экономическим развитием отдельных земель и политической раздробленностью? Дело в том, что очень уж большая была территория государства. И разные города совсем по-разному развивались. В Киеве и в Новгороде, несмотря на то, что вроде бы относительно недалеко, они находились, два этих города, совершенно все было по-разному. В Киеве выращивали много зерна, торговали с югом. В то время как в Новгороде из-за особенностей климата практически не выращивали еды. Но при этом это был очень, практически полностью торговый город. Там было огромное количество ремесленников. Так же было и в других городах. Поэтому из-за вот таких вот различий произошло как бы обособление, то есть разделение между вот этими крупными городами друг от друга. Каждый город предпочитал думать о себе, и князья тоже таким образом думали о себе и о своих городах, а не о других. Каковы были политические причины раздробления древнерусского государства? Очень простые. Потому что единые правители Руси, киевские князья, ухитрялись каждый раз не оставить нормального единого наследника. И каждый раз они разделяли страну между своими детьми. Ну, в итоге добились своего, что за единая страна распалась. Как вы думаете, какие свои населения и почему были заинтересованы в освобождении своих земель от власти Киева? Прежде всего, это были крупные города вроде того же Новгорода, который был очень сильным торговым городом. И бесконечные выплаты Киеву, тех самых налогов, Новгороду не нравились. Были и другие крупные города, которые думали так же. Выберите, что препятствовало полному распаду Руси. Единый язык. То, что все князья были родственниками друг к другу. И они об этом хорошо помнили. И единая церковь, конечно же. Ну и единое культурное пространство. То есть весь народ русский знал, что он един. Это так же было очень важно. Так, с какими историческими событиями связано создание слова о полку Игореве? Оно связано с очень неудачным походом князя Игоря Святославовича на половцев. То есть поход был очень неудачным. Князь потерпел поражение. И это привело к достаточно грустным последствиям в его княжестве. Как изменилось государственное управление на Руси в период раздробленности? Ну, если не считать того, что появилось множество раздельных государств, то в целом управлять эти князья продолжали примерно так же, как и киевский князь. Разве что теперь уже появилось больше феодалов, бояр, которые уже сами были крупными землевладельцами. Что ж, найдите на карте главных торговых партнеров Руси. Торговыми партнерами Руси главными были Византия на юге, то есть вот эта территория. И, конечно же, вот Швеция, Польша и немецкие земли. Покажите реки, по которым передвигались западноевропейские и восточные купцы, торговавшие с Русью. Восточные купцы передвигались по Волге. Вот отсюда из Каспии по Волге они передвигались. А вот купцы с запада, они передвигались либо вот отсюда по Неве и реке Волг к Новгороду, либо по Дунаю, спускаясь вот отсюда, от Вены, вот сюда. Они проходили через все Балканы и через Черное море поднимались по Днепру. Продолжение следует...